всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор это видео курс по языку css сегодня я хочу вам рассказать про доступные значения некоторых свойств давайте рассмотрим все доступные значения первое у нас это адрес адрес мы указываем какому-либо файлу например пишем url и можем в скобочках указать путь к файлу здесь вы видите на примере как это выглядит скобках мы указываем адрес например на сайте либо же у нас в каталоге на какую-то папку например и в ней может быть изображение либо многое другое строка строки могут записываться у нас в одинарных кавычках в двойных кавычках и внутри них также могут присутствовать кавычки либо же двойные либо одинарные а если нам надо чтобы кавычки отображались то мы ставим знак слэш тут у нас все просто число это обычные числа от 0 до 9 мы можем их использовать в значениях и указывать любое число проценты точно так же мы указываем число ставим процент и она будет в процентах заметьте можно указывать дробные значения например вот как здесь указано 50,3 процента и на примере вы видите как мы устанавливаем ширину 100 процентов теперь размер размер бывает относительный и абсолютный в таблице 1 у нас а относительные единицы измерения давайте их рассмотрим е.м. это размер шрифта текущего элемента x высота символа px пиксель знакомый уже нам и процент сто процентов скажу что равно одному е.м. а пиксели у нас могут быть в зависимости от устройства разными то есть все зависит еще от разрешения именно dpi то есть сколько точек на дюйм у нас чем больше эта плотность тем пикселей больше на экране здесь у нас пример мы используем размер шрифта 30 пикселей и полтора е.м. абсолютные единицы измерения конечно же не рекомендуется использовать но иногда бывает надо поставить их какими-то статичными здесь у нас есть ин то есть дюйм 2.54 сантиметра вы видите сантиметр знакомый нам миллиметр пункт который равен 1.72 дюйма и пика то есть 12 пунктов она равняется здесь пример использования теперь рассмотрим углы углы нам могут пригождаться при анимировании на css и в некоторых других ситуациях смотрите как здесь все устроено есть четыре единицы измерения градусы дек полный круг равен 360 дек грады то есть град 400 град это полный круг радианы рад полный круг 2пи если вы помните из школы это и конечно же число пи у нас фиксированное и если мы умножим его на 2 то получаем примерно вот такой результат 6 28 32 рада это у нас полный круг в радианах и повороты такое специфичное значение то есть повороты 1 поворот то есть turn равен полному кругу теперь смотрите на картинках наглядно как это работает то есть если нам надо повернуть на 90 градусов вы видите 90 дек 100 град 0 25 turn то есть четверть и 1 0 708 рад и так далее то есть для 180 градусов для 270 ну и полный круг конечно же будет равняться всем вот этим вот значением которые мы здесь видели а если мы пойдем в обратном направлении точно также только у нас будет отрицательное значение вы видите у нас минус появляется везде и пример у нас конечно же обязателен вы видите здесь у нас дек минус 45 дек то есть на 45 градусов назад против часовой стрелки поворачиваем и используем в дальнейшем такие параметры дальше мы будем все это подробнее рассматривать цвет как вы могли заметить это очень обширная тема ранее я очень подробно рассказывал про цвета как они образуются поэтому я думаю вы уже знаете что это такое если же нет обязательно посмотрите этот видео урок и также рекомендую вам установить специальные плагины в ваш редактор ну а здесь вкратце цвет мы можем выбирать несколькими вариантами например указав его имя здесь у нас основные цвета вы видите у них есть название мы можем указывать данными словами эти цвета и пример вы видите какой цвет получим в итоге код вы видите в нескольких вариантах он записывается в тех ситуациях если мы можем сократить как это все дело сокращается две буквы 0 например можно сократить до 1 вы видите вместо 6 получается всего 3 также с fff и в некоторых других ситуациях тоже мы можем сократить используем сокращение из трех символов это код rgb мы пишем цвет таким вот образом записываем rgb и в скобках от 0 до 255 красный цвет зеленый цвет через запятую и через запятую синий цвет три цвета мы записываем значениями от 0 до 255 hsl другая система счисления нам она не нужна но тем не менее можно указывать цвет и в ней это что касается цветов и напоследок у нас calc это такое вот свойство которое является как бы функцией с помощью него мы можем производить обычные действия сложения вычитания умножения деления каких-либо величин здесь на примере видим что мы можем складывать пиксели вычитать например из процентов пикселей и многое другое все это работает все эти действия можем выполнять любыми величинами записываем calc в скобочках выражения здесь вот вы на примере видите как это записывать наследование то есть если мы укажем свойство inherit для какого-либо значения то у нас просто унаследуются параметры параметр от родительского элемента иногда может быть нужно конечно же она будет наследоваться только в том случае если у родителя есть данный атрибут и initial задает какой-либо атрибут по умолчанию то есть возвращает его к исходному состоянию во всех браузерах есть какие-то фиксированные исходные значения если мы укажем initial он вернет его до того состояния которое в браузере является стандартным в принципе значение вот такие вот мы разобрали это большинство из них самые необходимые нам я думаю вы будете их очень интенсивно применять особенно числа строки градусы и тем более цвет поэтому я надеюсь что это видео было вам полезно если так то ставьте лайки если есть какие то вопросы пишите комментарии обязательно подписывайтесь на канал и до новых встреч в следующих видео уроках у